Вот Никол Пашинян сделал заявление довольно неожиданное и сказал, что прямым текстом обвинил некую страну, некую крупную страну, он не назвал какую, которая виновна во всех смертных грехах, как в Армении, так и вообще в Кавказе. Это первое. И второе, сказал, что Россия не разрешает армянской стороне применять жесткие меры и открывать огонь по азербайджанцам, которые сейчас лютуют фактически, можно сказать, на армяно-азербайджанской границе. Допускаете ли, что Россия не позволяет армянам стрелять и что Пашинян такой верный союзник для России, такой верный, собственно... Близкий друг Владимира Владимировича, что он вот так вот слушается. Нельзя стрелять, значит, все, мы не стреляем. Вплоть до того, что наши солдаты попадают в плен. Знаете, даже если это так, проверить это мы с вами не можем, правда? Его заявление некорректно. С точки зрения политической и дипломатической этики, при тех реалиях, которые на сегодняшний день Армения имеет, оно просто некорректно. А как бы то ни было. Теперь по существу. Давайте представим себе, что по разным каналам ему говорят, не реагируй, пока не стреляй там, или не стреляй и прочее, прочее. Если таковые обращения имели место, и имеют место. Давайте обратим внимание, в каком контексте это происходит. Донбасс. Украинцы устраивают провокации. Люди гибнут каждый день. Включая снайперскую войну. Причем подстреливают ужасно совершенно. Так, чтобы общественный резонанс был бы наиболее таким острым. То есть все делается для того, чтобы общество приуныло бы в этом Донбассе. Это перекидывается на Российскую Федерацию, потому что в Российской Федерации многие сочувствуют тем, кто находится на Донбассе. Ну это факт медицинский, понимаете. Создает определенные тяжелые настроения перед выборами в Государственную Думу, которые должны быть в сентябре. К этому же времени должен быть достроен Северный поток-2. По какой-то причине он важен, чрезвычайно. Все это в одном флаконе. Вот все это приходится кидать на чашу весов. И я так думаю, ну так пытаюсь реконструировать, да. По какой причине, например, те же азербайджанские военные ведут себя так напористо и будем откровенно нагло. И даже вот по отношению к России. Ну в конце концов ладно так, бестактность позволила себе по отношению к Путину Никол Пашинян. Ну так Алиев-то, ну правда не сам вышел кричать Путин-то дьявол, но это все понятно. Значит он еще более резко выступает, понимаете. Да, он формально может сказать, я тут ни при чем, это вот такие. Ай, он может их даже потом арестовать и предъявить, что он их арестовал, судил и так далее. Запросто. Я понимаю. Но пусть он кому угодно доказывает, ясно, что это с его отмашки пошло. Значит он идет в атаку. Он что-то пытается спровоцировать. Значит Россию пытаются куда-то втянуть и спровоцировать. Совершенно очевидно. И многие эпизоды об этом свидетельствуют. Напомню, эпизод с 33 задержанными в Белоруссии, попытка вот всех этих событий. Возьмите, это все в одном флаконе на самом деле. Если мы будем не фокус на армянскую ситуацию воспринимать, а понимать, как в общем контексте это происходит, мы видим, как это происходит. И вроде бы нет реакции. Или реакция такая, проводятся учения, маневры. Как бы Россия показывает ай-яй, ни-ни-ни, если надо, то ответим. И последнее заявление Путина насчет откусить и зубы обломают. Он очень редко позволяет себе такие заявления. Но почему-то он не отвечает. А он умеет отвечать. И Россия умеет отвечать. Но я напомню, что в 2008 году Ну, что угодно пусть мне говорят. Но то, что Саакашвили готовится к войне, было видно. Ну, это можно было отследить. Ну, можно. Ну, видно было. Ну, в конце концов. Ну, ни Бином, ни Тона, понимаете. Обратите внимание, как пострадали люди, какой был кошмар, и погибли российские миротворцы. И только после этого были введены войска. Почему? Если мы ответим на этот вопрос, наверное, потому что на сегодняшний день Российская Федерация считает, что у нее недостаточно ресурса для того, чтобы отбиваться по всем фронтам. Но это не означает, что завтра, я понимаю, что от этого Армении не легче. Я это понимаю. Но это не означает, что завтра она не перейдет в контрнаступление. Что все эти эпизоды не приведут к некоему кумулятивному эффекту в тот момент, когда можно будет ударить. И еще одну вещь хочу сказать. Когда Россия вошла в Сирию в 2015 году, а до этого в 2014 году взяла Крым, ноль информация. То есть мир проснулся и узнал. И слава Богу, понимаете, поэтому мы не знаем, какие планы в данном случае есть у российского руководства. Если российское руководство по каким-то причинам Пашиняну сказала сдерживаться, терпеть и сдерживаться, значит, у него, у российского руководства, какие-то причины были для этого. Я сейчас, опять же, это не оправдываю. Все прекрасно понимают, насколько это бьет по солнцу.